Итак, ну чего, посмотрим, как пойдет у нас гейминг. Меня зовут Дэн Флэш, мы будем играть в Secure All Bosses Mini Bosses Unrestricted, то есть не glitchless категория, называется Unrestricted. Убьем всех мини-боссов, надеюсь, и в общем, да, я думаю, что можно начинать. Собственно, в начале игры мы попадаем в резервуар Ашина. У нас все еще нет руки протеза, но у нас также нет нашего меча Кусабимару, и до того, как мы в первый раз встретим Кура в игре, мы не можем спринтить, поэтому, поэтому да. Все, что мы можем делать, это прыгать, и надеяться, что нам повезет, потому что если нам не повезет, то нас просто застрелят прямо здесь. У меня получилось сделать более-менее правильный манип с чуваком с винтовкой, что он испугался, когда меня в первый раз увидел, за счет этого с большей вероятностью Куру не отвернется от нас, и мы не потеряем 2 секунды в начале. Так, первый RNG-чек мы уже прошли, круто. В общем, разговариваем с Кура, и первая техника в игре называется выключить субтитры, потому что с выключенными субтитрами диалоги работают по-другому, и их можно скипать намного быстрее. Также мы используем протез, которого у нас нет, и притягиваемся к невидимой точке, к которой можно притянуться, нажимая L2R2 одновременно. Есть определенное количество действий, которые можно одновременно нажать, заставить икру загреплиться, и мы уже попадаем сразу к первому боссу, это местный лидер Шигинори Ямауки. У меня не получилось сделать оптимальную первую фазу, но это ничего, мужик умирает за 5 ударов. Оптимальным способом убиваем его, используя мертвый угол, и байтим его искусственный интеллект сделать нужную атаку в конце. Собственно, что такое мертвый угол, это техника в этой игре, которую мы будем использовать везде повсеместно. Если вы атакуете противников под определенным углом, то они просто не блокируют ваши удары, и часто это используется для станлоков, и также часто это может использоваться для разного рода нанесения урона. Например, мы будем использовать очень активную способность как он называется? Удар бессмертных в русской версии, Mortal Draw. И многие противники, когда они не блокируют этот удар, они получают больше урона стойки. Постер. В общем, мы попадаем в разрушенный храм, и из разрушенного храма сразу же попадаем в... Ашна Аутскирдс. Здесь мы убьем всех боссов. В старом рауте мы оставляли часть... Ну, практически всех боссов, кроме Безголова. В старом рауте мы оставляли еще одного военачальника на потом, но в нынешней версии раута мы довольно рано деремся со всеми, так что, надеюсь, все будет неплохо. Всех мини-боссов можно один раз скрыть на... Одну базу скрыть на скиплю. Ну, практически у всех мини-боссов. Вот уже не очень получилось сделать протеги на этом военачальнике. Он решил почему-то ничего не переделать после конфликта. Да, в общем, это был ужасный файл. И также с Эйвова мы здесь возьмем дополнительный пригоршню пепла, дополнительную для монахини в будущем. Подхилимся. И здесь нам нужно поговорить с НПЦ, с женщиной. Мы говорим ей, что мы не ее сын, но она дает нам колокольчик... Колокольчик Кура, который открывает для нас одну из локаций необязательных. Это поместье Херата. Также здесь мы собираем дополнительно леденец стулсовый, который скрывает наше присутствие. И, собственно, сразу же этот леденец будем использовать в битве с Огром. Ну, надеюсь, что битва с Огром пройдет удачнее, чем битва с военачальником. Потому что, да, это был кринж. И опять у меня не получилось показать мертвый угол в должной мере. Страшно. Первую пазу мы убиваем с помощью леденца. Очень хороший файт с Огром получился. Собственно, как можно было увидеть, что мы очень много атак стрейфим. Первый стайгер довольно стабильный. И сразу же у нас следующий босс файт. Это следующий военачальник. Но перед тем, как с ним драться, нужно убить пару врагов, чтобы они нам не мешали. Также убиваем первую пазу из стелса. Ааа, непонятно зло. Очень непонятно зло. Ааа, не отменяется удар, к сожалению. Ну, первая смерть. Первая смерть вызывает кат-сцену. Сейчас попробую с его доиграть оставшуюся часть файфа. В общем, да. С военачальниками сегодня тяжело. Я переключаюсь в этом месте на клавиатуру. Я буду использовать клавиатуру для определенных вещей в паре мест. Здесь я отдохну просто, потому что спидран, марафон. Нужно с его... Оптимально здесь не берется итал, он полностью скипается. Это причина, по которой быстрее убить италового начальника в начале, чем потом. Но поскольку если я умру, я слишком много времени потеряю, то я беру здесь итал. И здесь пробуем. У меня почти получился прикольный скип. Я настолько не ожидал, что он у меня получится. Вот эта позиция у меня застарила. Ладно. Засторила позицию, что я сразу упал. Поэтому перепробовать скип не получилось. В общем, да, у меня получился один из самых сложных скипов в игре. Но, к сожалению, я зафейлил вторую половину. Но вы увидели, хотя бы в теории, как он должен выглядеть. Я считаю, это уже успех. Он экономит примерно 70 пунктов. Если его сделать с первой попытки, он требует отложенный прыжок для того, чтобы он получился. И отложенный прыжок это техника, сложность которой очень сильно зависит от места, где вы ее применяете. Здесь мы тоже берем еще раз с игол и идол, потому что марафон. Собственно, следующий скип, который я буду делать, также требует отложенный прыжок. Но поскольку место, в котором я его буду делать... Ууу, меня заметил... Меня заметил моб, поэтому здесь нужно будет перезайти попробовать. Зависит от места, в котором вы делаете отложенный прыжок. То место, в котором я его делаю для скипа в каньоне. Там есть невидимый барьер. И из-за этого невидимого барьера намного сложнее сделать скип. Это буквально 1-2 фрейма у вас есть, чтобы прыгнуть в правильный тайминг. В то время как здесь версия скипа, которую я буду использовать против Йопу, она в разу проще. За счет того, что место, с которого я прыгаю, не имеет невидимого барьера, который не позволяет вам упасть без... Мне придется все равно делать так, чтобы Йопу отстрял. Да, из-за того, что мне пришлось лишний раз прыгнуть, из-за того, какой паттерн выпал у Йопу. Немножко лишнего времени пришлось потратить. Здесь мы попробуем сделать интересную манипуляцию. Собственно, в чем заключается этот скип? Нам нужно убить всех боссов, но Йопу убьет сам себя. Я крайне осуждаю такое поведение. Как вы можете видеть, он бежит к краю. И он просто упадет. По крайней мере, должен был упасть, но, скорее всего, он развернулся, поэтому он не упадет. Это плохой рандом. Здесь нет... Здесь нет... Здесь нет никакого 100% манипа. Если искусственный интеллект решает дать плохой рандом, то, да, пришлось немножко подождать, пока Йопу упадет с обрыва. Причина, по которой Йопу падает здесь с обрыва, потому что, когда вы выпрыгиваете из арены с боссом, в ней пропадают невидимые стены для босса, и он может просто упасть в киллбокс. Мы попадаем сразу к быку, и бык это довольно техничный боссфайт, наверное, из самых техничных боссфайтов в игре, не иронично. Особенно в этом спидране, где мы не апгрейдим дэмэдж с Йопу для файта. И, собственно, что нам нужно будет сделать, это обнять стену, потому что обнимать стены это приятно, и перезайти в игру. Таким образом мы эксплуатируем механику unstable ground, нестабильной позиции игрока, потому что в момент, когда вы начинаете прикасаться к стене, игра перестает отслеживать ваше местоположение. И секира, это также игра, в которой ваше последнее местоположение перестает обновляться, как только противники вас замечают. Поэтому, как только мы заходим в арену с боссом, то игра перестает отслеживать наше местоположение. Потом, за то время, пока босс умирает, мы агрим других противников на себя, продолжая эту связку. Потом мы убиваем быка, который все еще нас видит. И до того, как игра включит возможность обновлять местоположение, мы обнимаем стену, и обнимание стены тем самым не позволяет игре обновить наше последнее местоположение. Но при этом, после убийства быка, игра всегда дает вам последним идолам резчика, идол уже в замке Ашина. Поэтому, сейчас, когда мы вернемся на последний наш идол, мы окажемся в замке Ашина. На идоле, который мы никогда не брали сами. Собственно, в этом и смысл этой оптимизации. Мы, наконец-таки, используем воспоминание Геобу, которое дает нам урон. Собственно, после убийства всех боссов, которые дают воспоминания, мы, по сути, получаем дэмэдж баф. Не всегда у нас есть возможность этот дэмэдж баф сразу на себя наложить, скажем так, но, тем не менее. И первое место, к которому мы направляемся, это Монашка. Причина, по которой мы идем к Монашке в первую очередь, во-первых, это фришный дэмэдж как можно раньше. Вот, собственно, я использую мёртвый угол. У меня не очень получилось правильно в угол загнать. Босса. Да, в общем, кринжовая концовка. Но ничего страшного. Да, одинокая тень. Неприятный противник, довольно сложный в исполнении. Моя задача была его загнать в угол, чтобы он застрял, но у меня чуть-чуть не получилось это сделать. Здесь я поднимаю... ...кошелёк с деньгами. Берём идол. Этот идол нам нужен будет для того, чтобы убить Шичмена чуть попозже. И этот Шичмен самый важный Шичмен, потому что он со своего убийства даёт Танто. Это предмет, который даёт пять эмблем. Так, надо не забыть. Ещё пепел. Подбираем слевовые пеплы, чтобы с наибольшей вероятностью не зафейлить Монахиню. И здесь у нас интересный Монит. Вы можете увидеть жёлтую стрелочку в моём левом углу. Это значит, что я сделал всё правильно. Потому что... Ладно, ну я сделал-то, может, и всё правильно, но... Ладно, это более-менее хорошая БК получилась. Получился. Я использовал... Мёртвый угол с разворотом 180. Это техника, которая у меня плохо получается, но... Здесь она мне хорошо помогла. В общем, моя задача была заагрить... Потому что там стоит мужик с винтовкой. И если в момент, когда мы совершаем скрытное убийство первой фазы... Снейк Айз, Змейный Глаз. Женщины с винтовкой. Этот чувак с ружьём нас замечает на жёлтый маркер. Он потеряет нас из виду полностью в какой-то момент. И за счёт этого у нас будет больше времени во время файта. Чтобы он нам не мешал. Также мы здесь собираем кучу предметов полезных. Таких вот, как, например, Леденец Яшарику. Который... Это будет самый мощный наш баф в игре. Он понижает наше здоровье наполовину. Но увеличивает наш урон очень сильно. И также щёлкающие семечки для... Чизового убийства монахини. Там был небольшой паркур, чтобы попасть на крышу. Я прыгнул на дерево. Казуально нужно оббегать мимо пьяницы. Чтобы попасть к туманному вельможе. Но за счёт паркура можно сэкономить время. Также есть скип, который позволяет притянуться наверх на крышу в определённом месте. Ну да, собственно, он тоже медленнее, чем он прыгается через дерево. Здесь мы возьмём ещё один идол, который нам пригодится. Как можно заметить, мы полностью скипаем врагов мини-боссов. Кроме туманного вельможи, которого... Ну, во-первых, который не умрёт особо быстрее в лейтгейме. Потому что его и так можно быстро убить. И... Да, мы собираем идолы, чтобы боссов убить позже в этой локации, в деревне Мибу. С Мибу мы разберёмся очень сильно позже. Прям совсем в лейтгейме. Здесь тоже небольшой паркур. Ради божественных конфетти. Божественные конфетти нам нужны будут в файтах с безголовыми и с шичеменами. В первую очередь. Ну и с геничира. Немножко тоже пригодится. Так, и здесь мы будем делать монахиню. Я попробую сделать самую оптимальную стратку на 4 пепла. Но если у меня не получится, у меня есть ещё 4 пепла. Поэтому... Ну, у меня получилось. Окчам. Да, собственно, самый оптимальный способ убийства это 4 пепла. Надо было, наверное, использовать... А, ну ладно, пока не буду. В общем, я поднял дополнительные деньги, которые обычно в оптимальном спидране не поднимаются. И я думаю, что я их буду использовать для покупки эмблем. Скорее всего. Скорее всего. На случай, если я умру и мне нужно будет драться с боссами ещё раз, то лишние эмблемы очень сильно пригодятся. Да, собственно, мы подняли один из ключевых предметов первой половины игры. После убийства монахини. И убийство монахини позволяет нам нырять под воду. И, собственно, причина, по которой нырять под воду важно в... В Unrestricted Speedrun, вы сейчас увидите. Это глич под названием Air Swim. Здесь мы выходим в ООБ, падаем в воду, ныряем под воду. И если нырнуть под воду ООБ, то игра позволяет нам плавать по сути где угодно. Упс. Ах, я застрял. Слишком высоко было. Да, у меня не получилось нормальный маршрут здесь сделать из-за того, что я застрял. Но, тем не менее. Проблема этого глича в том, как его отменить. Но, благо, один из способов отменить Air Swim это катсцена. И после катсцены мы сразу маним Геничира в угол. Мы маним Геничира в угол. И после этого используем мертвый угол в углу. Благо, здесь очень удобная дверь стоит, которая его запирает для нас. И мы используем Божественное Конфетти. Божественное Конфетти увеличивает урон здоровью против всех врагов в игре. Поэтому Божественное Конфетти нам экономит примерно 5 секунд в этом файте в сравнении с тем, если бы мы били его без Конфетти. Попадаем в Геничира. Используем небольшую технику, что если достаточно поздно прыгнуть против молнии, то можно сделать очень быстрый Lightning Reversal. Вернуть ему молнию быстрее, чем обычно. Но работает это только с молнией-стрелой. С размахом это не работает. И, собственно, вот Геничира убит. Да. Собственно, в первой половине игры наша основная задача в плане раутинга, в плане маршрута, это получить доступ к Mortal Blade и Mortal Draw. Mortal Draw удар бессмертных в русской версии называется. Mortal Blade меч бессмертный? Не знаю, не уверен. Не помню. В общем, чтобы получить доступ к этому мечу, нам нужно убить обезьян. Для того, чтобы убить обезьян, нам нужно получить доступ к обезьянам. И не софтлокнуть игру, поскольку, если бы это была концовка Шура, то мы бы не переживали на этот счет. Но поскольку у нас All Bosses Mini Bosses, нам нужно идти после убийства Филина в первый раз дальше. И нас волнуют софтлоки, поэтому нам нужно получить Mortal Blade плюс-минус легально. Плюс в этой версии игры, в которой я спидраню, в ней запатчен скип к обезьянам, который позволял сделать обезьян до убийства Геничира. Но в этой версии игры, которая быстрее, за счет того, что в релизной версии игры очень-очень много мелких вещей, не очень мелких, таких как, например, Сила Удара Бессмертных, который сильно слабее в релизной версии игры, чем в последствии, когда ее пропатчили. Они очень сильно бафнули эту обилку. В общем, нам нужно легально попасть к обезьянам. Чтобы легально попасть к обезьянам, нам нужно убить Геничира и поговорить с Ишином здесь о, собственно, об этом мече, о Mortal Blade. И после этого разговора у нас хороший есть момент для того, чтобы вернуться в храм и поговорить с Резчиком. Во-первых, Резчик нам даст очень важный шиноби-текст. Это, собственно, наши обилки. И важен он, в первую очередь, из-за такой обилки, как Mid-Air Combat, то есть для возможности драться в воздухе, поскольку есть, ну, эксплойт, не эксплойт, гиммик, связанный с тем, что удар бессмертных в прыжке наносит урон, который наносит усиленный удар бессмертных, который можно получить ближе к лейтгейму. И это очень важная часть спидрана. Это именно использование удара бессмертных в прыжке, потому что он наносит значительно больше урона. Да, собственно, наша задача прямо сейчас, как можно быстрее попасть в Сенпу, в храм Сенпу. И в храме Сенпу мы тоже всех мини-боссов убьем. И пробежка в храм Сенпу очень долгая, там очень долгий лифт, очень много бежать, и мини-боссов там никаких особо нет. Упс, переспринтил немножко назад. Поэтому здесь мы выходим в ООБ, немножко с другой стороны, но, по сути, в том же бассейне, и мы плывем к храму Сенпу. И здесь немножко другая проблема возникает с нашим гличом, Air Swim. Проблема в том, что прогружать локации в этом гличе немножко непросто. Вы можете увидеть, я выныриваю здесь, просто чтобы прогрузить локацию. Если я не вынырну, то локация не загрузится нормально. Если она не загрузится нормально, у меня не получится сделать здесь перезаход, для того, чтобы загрузить следующую часть локации. И если бы я не перезашел здесь, то игра просто меня убьет. То есть, как только я попробую вплыть в следующую часть локации, игра просто инстагильнет меня. Но после перезахода она не убивает. Я не знаю, с чем связана работа движка такая, именно по прогрузке локации, в чем ее механика, но вот так есть. Поэтому, когда я перезахожу в этом гличе, это значит, что иначе я просто не смогу попасть в нужное мне место. И здесь мы попадаем к интересному боссу Armored Warrior. Мне нужно, чтобы он сломал заборчик. Давай. Еще раз удариваю, если что он далеко вправо с трейфом. И, да. Собственно, его искусственный интеллект немножко сломанный, но, в общем, когда он пытается к вам прибежать, если в определенное место встать, то он может просто упасть. И это босс, это гиммит босс, которого убить можно только столкнув с арены. Но вот такой вот есть тоже изобретательный способ убийства, найденный японским раннером Сутему в свое время, много лет назад. И мы попадаем к одному, к длиннорукому многоножке. Этот файт довольно рандомный. Рандомный он не из-за самого босса, а из-за противников вокруг него, потому что противники вокруг него кидаются огненными projectile, которые могут нас убить, очень легко убить. На самом деле. Поэтому нам здесь повезло, очень сильно повезло, что я даже ни одного тика урона не получил. И после перезахода опять я использую нестабильную позицию. И игра меня возвращает в более удобное место, с которого мне удобнее быстрее бежать к следующему боссу. Опять-таки, как только противники вас замечают, игра перестает обновлять вашу последнюю позицию, поскольку на момент окончания файта с многоножкой еще была куча противников вокруг меня. Агра не спала, и игра все еще не обновляла мою последнюю позицию. Следующий босс у нас это обезьяны. Обезьяны это абсолютный гимит босс. Есть 4 обезьяны, у них у каждой есть своя фишка какая-то, но большинство фишек контрится просто леденцом. Невидимая обезьяна всегда появляется в одном и том же месте в начале. С этой стратегией оранжевая обезьяна теряет вас из виду в какой-то момент, поэтому вы ее убиваете. Вот зеленая обезьяна хорошо слышит, но мы бесшумные, поэтому она на нас не реагирует практически вообще. Фиолетовая хорошо видит, но мы прибегаем к ней сзади, и она нас будет увидеть. Вот и все. Да, и собственно опять-таки основная причина, мы по сути рашим этот боссфайт. То есть весь раутинг построен как раш этого боссфайта, с учетом того, мимо каких мини-боссов мы пробегаем, каких из них выгоднее всего убить как бы сразу, а не откладывать на потом. Исключительно такая логика. И мы получаем доступ к второму из трех ключевому предмету начала игры. Это Mortal Blade. И мы с помощью... с Mortal Blade получаем обилку Mortal Draw. И сейчас также мы получим... загрейдим скиллы. У нас теперь есть прыжок. К сожалению, на следующем боссфайте Metal Drone нам не поможет. А поможет мертвому удалу, если Dead Angle. Потому что Шичимен это тоже своего рода гиммик-босс. Если вы бьете его в блок, то он телепортируется. Но вне зависимости, бьете вы его в блок или нет, на переходе фазы он телепортируется. Но он телепортируется только в определенные места, которые можно манипулировать положением на арене с боссом. Отлично. И все. Мы собрали имбу. Так это назовем. То есть мы получили два самых важных предмета в игре, касающихся удара бессмертных. То есть мы получили танто. Это предмет, который отнимает половину здоровья, но дает вам дополнительных пять эмблем. Каждый удар бессмертных стоит три эмблема. У меня сейчас 17. С танто у меня будет 17 плюс 5. И танто можно использовать до трех раз. И удар бессмертных с эмблемами намного-намного мощнее, чем без эмблем. Поэтому нам очень важно иметь достаточно эмблем при использовании. Как можно увидеть, первый же босс мы даже не используем никакой леденец. По крайней мере на первую фазу. На вторую фазу мы используем леденец. Действительно, потому что второго босса мы убьем даже до того, как он закончится. Ну, в идеале, по крайней мере. Как можно заметить, важный элемент это иногда использовать мертвый угол. Здесь мы делаем... Да, хорошо. Как можно увидеть, первым своим ударом я убил... Аааа, у меня не получилось прилипнуть к стене. Вау. Ну, это моя ошибка. Я не домешил кнопку. Здесь я должен был бы прилипнуть к стене. И так же, как в файте с быком, я бы оказался вверху на крыше после перезахода. Но поскольку у меня не получилось и все противники мертвы, то есть некому продлить unstable ground, то приходится использовать идол возвращения. Но это не супербольшая потеря, просто это прикольная техника. Игра... Ну, то есть для спидранов мы используем внутриигровое время, поэтому при перезаходе время не идет в меню. Поэтому перезаходить в игру это оптимально крайне часто. Да, и последний предмет первой половины игры, который мы все еще не подняли, который переводит мир в следующую фазу. Это лотос после убийства обезьяны. Обезьяны-стража. И, собственно, к ней мы и направляемся. И по дороге к ней также убьем всех двух мини-боссов. Которые будут ждать нас на пути. Здесь на первом мини-боссе используется прикольная страдка, чтобы первую фазу убить в стелсе, то есть мы используем леденец. И здесь нужно запуферить инпут стелса. И потом мужик с ружьем выстрелит. Это привлечет внимание змеиного глаза. И она развернется, что позволит нам принести удар подобным образом. Здесь можно увидеть, что я прыгаю, блокирую, то есть парирую удар в воздухе. И поскольку я все еще нахожусь в воздухе, если я использую удар бессмертных, в воздухе я все еще наношу повышенный урон в сравнении с ударом бессмертных на земле. Просто потому что здесь я делаю сливовый маршрут через крепость, потому что для марафона нет смысла рисковать всем. Но даже сливовым маршрутом иногда противники могут вас полностью убить. И следующий враг у нас это еще один многоножка. Последний из двух в игре. Здесь мы используем стену для того, чтобы отменить его комбо своим прыжком. Здесь также важно использовать танто. И все. Направляемся к обезьяне-стражу. Причина, по которой я использую танто здесь, потому что здесь я получу урон от падения. Что не очень хорошо. И, как я уже сказал, танто отнимает ровно половину здоровья. Но у танто есть такая фишка, что когда вы используете леденец Якшарику и Яшарику Шугар, то ваше здоровье уменьшается вдвое. И танто также отнимает вдвое меньше здоровья. То есть оно всегда привязано в процентах исключительно к вашему текущему максимальному здоровью. И за счет этого также можно порой использовать танто дважды, грубо говоря, бесплатно. Ну, очень условно говоря. То есть вы не можете использовать танто, если у вас не потраченные все еще эмблемы, полученные с помощью танто. Ну, можно не хилясь использовать его два раза, по сути, порой. Обезьяна-страж один из самых сложных по свайкам технически. У меня не получилось без первой фазы. Ах, ну, кстати, получилось без первой фазы. Да, не супер оптимальная. Мне пришлось один раз всю атаку сделать. Но фишка в том, что обезьяна-страж получает повышенный урон в голову. И нужно, чтобы все удары бессмертных попали в голову. Ну, не все. Нужное количество. Полностью целиком попали в голову. Также удар бессмертных имеет... Как бы, два хитбокса. Ближний и дальний. Отвое мисс, которое буду попадать, к сожалению, у меня очень плохо получилось. Вторая фаза, в отличие от первой. Окей, засейвал. Да, к сожалению, у меня не получилось нанести... Мало того, что, ну, я просто умер и ошибся. Но у меня не получилось нанести повышенный урон вообще ни разу во второй фазе из первых двух ударов. Поэтому был бы файд все равно медленный, к сожалению. Но, тем не менее, не умер дважды уже круто, потому что я не поднял ни один сейвовый идол. Поэтому, если бы я здесь умер, я бы появился в замке Ашина и потерял бы триллион минут. Да, и, собственно, можно заметить, что мы вернулись на идол, который мы ни разу не поднимали за ран. И этот идол дается нам автоматически, так же, как после быка, после того, как мы получаем все три стартовых ключевых предмета. После монахини, после обезьян и после обезьяны стража. И первое, что мы делаем, мы идем снова убивать обезьяну стража, в этот раз без головы. Так, здесь для второй фазы нужно под определенным углом сделать дэдглоу. Переход на вторую фазу, чтобы правильно все сделать. Вот это, как надо, файт прошел. Можно заметить, что я атакую под довольно странным углом. Причина, по которой я это делаю, потому что уязвимое место босса находится в районе шеи, где находится многоножка. И если попадать по ней, то вы наносите значительно больше урона. И это не очень просто, на самом деле. Причина, по которой я добиваю здесь обезьяну, потому что технически это не обязательно. Потому что босс уже мертв, но добив его с помощью Mortal Blade, можно получить дополнительную обилку. Обилка нам вообще не нужна. Но причина, по которой мне нужно здесь добить босса, потому что в этом же месте появляется другой босс. И если этого не сделать, то этот другой босс просто не появится. Один из шичменов. Иначе, в противном случае, я бы его не добивал так. Собственно, следующий мини-босс это... Мини-босс, с которым мы еще не сталкивались. Это Seven Spears. Семь копий. Мужик с копьем. Довольно страшный казуально, но довольно не страшный в спидране. Я бы сказал. Можно заметить, я использую нормальный угол для того, чтобы он не блокировал. Я делаю это специально, потому что если он заблокирует мой удар, то у него будет немножко быстрее восстановление после моего удара. И он, в теории, какой-то из атак может меня задеть. Как мне это не нужно. На самом деле, он сделал не очень хорошую атаку с толчком. То есть, он меня попытался толкнуть. Я удивлен, что она по мне не попала. Так что здесь мне немножко повезло. С другой стороны, я мог бы отменить толчок. То есть, в этом смысле, моя позиция тоже была не супер оптимальная. Но, тем не менее, мы снова прыгаем в ООБ в том же самом месте. Мы опять используем... Те претензии к мышке спд, если что. Потому что сенса непривычная, поэтому я не довернул, не довернул. Надо было донастроить сенсу. Да, в общем, мы потеряем минуту. Фишка в том, что когда вы падаете в ООБ, то вы не можете открыть меню. А из-за того, что вы не можете открыть меню, то вам нужно ждать минуту, пока игра вас не убьет. Вот. Да. Собственно, сейчас мы направляемся к филину. И бой с филином неприятный. Он довольно рандомный. В этой версии маршрута, в которой я убиваю безголовую обезьяну рано. И рано получаю танто. Убиваю безголовую обезьяну рано и получаю танто рано. Я дерусь с филином с помощью... Не с помощью зажимания его в угол, а с помощью удара бессмертных. С помощью mortal draw. Так, в этот раз аккуратно. Еп. И... Очень легко в этом боссфайте умереть. Он... Он действительно довольно техничный. Если его делать оптимально. Поэтому надеюсь, что у меня получится с первого раза. Потому что если у меня не получится, у меня не будет ресурсов. А если у меня не будет ресурсов, то не очень приятно будет его пытаться снова убить. Поэтому верим. Верим в меня. Не супер хорошая первая фаза. Хороший файп. Относительно с Ивову я его сыграл. Это было хорошо. Хорошо в первой фазе сыграл. Среагировал на отпрыгивание. Да. И мы попадаем в еще один кусок диалогов. Собственно, чтобы дальше нам продвинуться по сюжету, нам необходимо проговорить кучу диалогов. Но помимо обязательных диалогов, просто чтобы получить доступ к следующей локации, чтобы получить доступ к следующей локации, нам нужно довольно много диалогов проговорить. Так или иначе. Помимо этого, нам нужно также будет сделать один подслушивание одно с Куро и выйти на квест-лайн для одной из концовок Purification Ending, очищение, концовка очищения. Нужно нам это исключительно из соображений, что по пути к этой концовке есть два мини-босса и один босс. И из-за этого также нам придется еще пару лишних диалогов с Эммей поспамить. То есть, вне зависимости от того, что концовка не обязательная, но она обязательна для получения доступа... Квест-лайн для концовки обязательна для получения доступа к боссам. Вот, собственно, мы поговорили. И сейчас я подслушаю Куро здесь быстренько. И, собственно, это толкнет квест-лайн вперед, что мне и нужно. И следующий босс-файт, это истинная монашка. Мы попадем в Паунтейн Хэт Пэлэс. Как он называется? Дворец первоисточника? Не знаю. Не помню, как в русской версии он называется. В общем, в этой локации мы убьем почти все, но не все, кроме одного босса, который будет последним боссом в игре для нас. Но начинается все с монашки. С истинной монахини. И скип первой фазы истинной монахини это сложный трюк, но пару месяцев назад я нашел суперстабильный сетап, который, я надеюсь, у меня получится с первого раза. Да. Фок. И этот сетап построен на полном буфере инпутов. То есть, вместо того, чтобы таймить 4 фрейма, окно в 4 кадра затаймлено за меня с помощью очереди действий. А так, это был один из самых неприятных скипов. Этот скип патчили. Здесь довольно фэнси айфрейм из прыжков. Этот скип патчили. В релизной версии игры первую фазу можно было убить со стелса намного проще. Но они его запатчили, но не до конца. Как бы оставив каким-то образом все еще окно в 4 кадра, в которые она вас не успевает заметить, но боссфайт активируется и возможность скипнуть первую фазу сохраняется. Скип второй фазы абсолютно продуманный разработчиками. Поднявшись на ветки, атака духами, которую она делает, по вам типа не попадает, она вас теряет из виду. И за счет этого вы можете вторую фазу полностью пропустить с помощью скрытого убийства. Здесь мы делаем небольшой тоже мукинг скип. Это скип молнии. Здесь мини-босс, который швыряется в вас мечами молниенными. И если в определенный тайминг, по определенному маршруту нырнуть, то вы просто стрейфите этот мяч, и он по вам не попадает, и вы попадаете сразу к рыбе. Рыбу тоже можно прострейфить, как можно было увидеть с определенным маршрутом. Довольно быстро и легко. И мы сразу попадаем по сути в самый-самый конец локации таким образом, не запариваясь на тему того, что ой, нам нужно сделать приманку для карпа и проплыть мимо, бла-бла-бла, да, нам ничего не нужно. И, собственно, мы пойдем убьем двух мини-боссов. И трех мини-боссов даже. И один из мини-боссов, которого нам убьем, он тоже очень важный, потому что это под водой есть безголовый, и этот безголовый дает благословение Яширику. И Яширику, как я уже сказал, это основной наш баф на дэмэдж. Использование благословения стоит три эмблемы, но, несмотря на это, это все равно бесконечный баф. То есть нам не нужно больше собирать легенцы, кроме исключительных случаев типа боссфайтов, в которых нам нужно максимум эмблем из, возможно, доступных, чтобы максимум урона внести. Поэтому мы будем спамить это благословение просто везде. поэтому, собственно, нам важно его очень рано получить. Можно использовать леденец Гачин, и таким образом его копия не будет нас замечать. Здесь я также стрейфлю. Он сделал плохую атаку, которую нужно стрейфить. У меня получилось все стрейфить, благо не всегда получается идеально. Хитбокс довольно странный. И, как можно заметить, я также использовал конфетти, да. Конфетти увеличивает урон, но с подводными безголовами такая штука, что их можно убивать в принципе и без конфетти легко с помощью того же самого благословения Яширику. Я убью второго оставшегося в игре подводного безголова. с надземными безголовами драться без конфетти это это да. Не надо так делать, если вы не челлендж ранен какой-то. Здесь у нас еще один важный аспект здесь, то есть фишка этого файта это чизовый файт. Нам нужно использовать петарды до того момента, как он нас заметит. И если использовать петарды до того, как он нас заметит, то он всегда сделает одну и ту же атаку после врезания в стену которой он просто сам себя застанет и умрет. Ну не умрет, но мы сможем нанести ему финальный удар. Поэтому вот такой чизовый файт. Легкий. Я, кстати, ничего не рассказал про протезы, которые я использую в этом спидране. Я использую шурикены, я использую я также использую петарды. Петарды это просто супер полезный протез, особенно в этой категории, потому что в куче мест есть файты, где с помощью петард можно застанить каких-то мобов рядом с боссом основным. Здесь я, кстати, не буду использовать перезаход, потому что вместо того, чтобы отдыхать здесь, можно просто перезайти в игру. Ну не в игру, перезайти, а на сейфайл перезайти, и это тоже нужный эффект будет иметь. идентичный. В общем, здесь мы разговариваем с Эммой, это все диалоги, опять-таки, касательно концовки, чтобы получить... А, я подниму лишний леденец, который я обычно не поднимаю, потому что марафон, мало ли что. И в последний раз мы с Эммой здесь конкретно разговариваем. Здесь небольшой паркур тоже. И второй подводный безголовый нас ждет. И этого безголового мы убиваем не уроном здоровья, но уроном бостер, да, то есть концентрации стойки. Урон по стойке. И как можно заметить, по подводному безголовому под благословением Миши Рику я наношу очень много урона стабильности. И мне даже не нужно конфетти никакой. Да, и, собственно, причина, по которой мы делаем эту часть игры сейчас, нам нужно ее сделать до дракона, потому что после убийства дракона одинокая тень, которая здесь стоит, исчезнет. И этот фактор влияет на раутинг. В ином бы случае я бы делал этот сегмент возможно позже потенциально, потому что у меня было бы больше демоджей. Да, в этом файте важно правильно пробежать вокруг собак и важно нереальный рейсинг снаружи, который меня перебивает. Важно не заагрить собак и важно ударить мертвым углом с помощью удара бессмертных, потому что одинокая тень, когда блокирует ваш удар, очень сильно понижает урон стойки. Не все боссы так работают, есть боссы, которым если ты даже бьешь в стойку, они получают тот же урон стойки, но одинокая тень не из таких. Здесь мы попадаем к первому наземному головому и мы начинаем у вас трейфить. Первая паза отлично получилась, во второй пазе мы делаем маник, чтобы забайтить граб-атаку, но если отвернуться вовремя от граб-атаки, то он проигрывает анимацию, но саму атаку не делает, что позволяет безнаказанно его наказать. Для того, чтобы выманить атаку-захват, необходимо стоять к нему спиной, потому что захват он делает только со спины, то есть он хватает вас типа со спины и вытаскивает вам там, я не знаю, почку, печень, не знаю, что он вытаскивает, что-то короче из вас вытаскивает, прикарманивает себе. И, собственно, мы доделываем квест-лайн для концовки. Ну, не совсем доделываем для концовки, но до ключевого предмета нам необходимо. Опять разговариваем Сэма после подслушивания. Она отдает нам колокольчик, который дает нам доступ к поместью. И здесь очень важный момент. Я получаю finger whistle, я получаю свисток, и причина, по которой я получаю свисток, не потому что мне нужен свисток, а потому что один из мини-боссов просто не появится, если у меня не будет свистка. Просто FromSoftware хорошая контора, которая сделала так, что, да. Немножко странный плаг для появления мини-босса. Это Шичимен, который появляется в той же самой арене, в которой я дрался с безголовым, с безголовой обезьяной, в которой я дрался. Как можно увидеть отличная видимость. Я надеюсь, я плыву хотя бы, да. Более-менее нормально. Собственно, в момент, когда я в первый раз раутил эту категорию, были проблемы с этим мини-боссом, и оказалось, что FromSoftware сделали одним из критериев появления босса наличие у тебя свистка не просто как материала, из которого можно сделать протез, но как уже протеза, который ты можешь использовать. Что вообще не очевидно. И эту информацию я нигде не мог найти, благо очень крутой чувак Fifth Mads, который делал кучу модов, в первую очередь рандомайзеры для Секира, для Elden Ring, еще для других Souls игр, делал моды. Он мне помог с тем, чтобы понять, в чем проблема. какой флаг необходим для появления мини-босса. Так что вот так. Модеры крутые люди. Разговариваем с Филином, чтобы получить ключ. Ключ нам пригодится, чтобы попасть к леди бабочке, госпоже бабочке. Но перед тем, как драться с госпожой бабочкой, мы подеремся с первым пьяницей получается. До этого с пьяницей мы не дрались. И этот пьяница окружен огромным количеством противников. Не то, чтобы огромным, не то, чтобы все они на нас сагрятся. Но тем не менее, первую фазу можно убить из стелса. Но важное условие, нам нужно перебафаться на дэмэдж. Поскольку два леденца одновременно работать не могут, что мы делаем? мы перебафаемся и сразу используем скрытое убийство. И получилось. В той версии маршрута, которую делаю я, убивая, то есть проходя поместье Херата до дракона, у меня чуть-чуть не хватает урона, чтобы убить пьяницу за три удара бессмертных. Поэтому мне нужно сделать одну атаку обычную после дэша. И в этот момент мне могут помешать противники каким-то образом. Но благо в этот раз удалось удачно. Мы попадаем к леди бабочке. Леди бабочка во второй фазе немножко неприятный файт. Здесь тоже очень важный Норд Гугл. Потому что она очень сильно режет урон при ударе в блок. Здесь мне нужно ударить ее пока она находится в воздухе, чтобы получить оптимальную версию файпа. И у меня получилось, потому что если я ударю ее слишком рано, то она отпрыгнет и я не смогу нанести ей достаточно урона, достаточно быстро и она призовет сразу же духов и начнет прыгать по своим струнам и я не смогу ей ничего сделать и потеряю типа 10 секунд времени скорее всего. Но за счет того, что я таймлю свой прыжок и так целью, чтобы попасть по ней пока она еще в воздухе, чтобы мой удар не сбил ее анимацию приземления сразу же. то у меня все отлично получилось. Так, ну я миллиардер, поскольку я два раза ни разу не умер, поэтому мы продадим два курса здесь, купим пять конфетти, а на оставшиеся купим эмблемы. Это то, чем обычно ты не занимаешься в оптимальной версии рана, то есть ты не поднимаешь никаких лишних ты не поднимаешь никаких лишних сумок с деньгами. И также после разговора с резчиком, когда мы получили палец, он нам дал еще один еще одну ветку прокачки и в этой ветке прокачки также две эмблемы, что важно, то есть теперь у нас 20 вместо 18, это важно для некоторых боссфайтов. И также мы теперь можем использовать наши протезы в воздухе. И использование петард в воздухе крайне полезно, и в оставшейся части рана я этим буду пользоваться довольно регулярно. Но мы идем к дракону. После убийства дракона игра переходит в последнюю свою стадию, мир переходит в последнюю свою стадию, появляется демон ненависти, исчезает часть мини-боссов. Но всех мы этих мини-боссов уже убили, поэтому некому исчезать. И также появляется часть мини-боссов. В первой фазе нам необходимо убить как можно больше противников убить. Белок быстрее спауни-боссов. У них есть ограничения на то, какое количество противников одновременно может быть зимбасс. Поэтому нужно их как можно быстрее убивать. ах, балл, случайно. Ах, это не сработает, наверное. Ах, не допрыгнули. Кринж. Бывает. Благо, эмблем у нас здесь настолько много, что нам вообще плевать, сколько эмблем мы используем до второй базы. здесь я немножко бегу в сторону дракона, чтобы забайтить атаку, которая по мне сто процентов не попадет. Поскольку я убил госпожу бабочку, то неполный удар, эмблем, один неполный удар меня не смущает. Мне хватает лучше пикенов, чтобы засытать здоровье. И вообще дракон довольно сложный файт. В этом маршруте сильно легкий файт в сравнении с тем, каким он может быть порой. он немножко рандомный, потому что в зависимости от того, какую атаку делает дракон, его либо можно, либо нельзя ударить с помощью удара бессмертных. То есть он не подставляет свои конечности. И собственно сам тот факт, что по его телу можно наносить удар. Этот файт вообще полностью построен на шкале здоровья, да? То есть в первой его половине нам необходимо просто снести ему определенное количество здоровья, и после этого он переходит вот в эту гиммик-фазу свою вторую, в которой нам нужно просто на таймере подождать, пока он сделает определенную атаку, ослабнет, появится молния финальная, все красиво, мы взлетим, ударим молнией, он умрет, не умрет, мы получим слезы. Круто. Да? Да, и чтобы попасть в эту фазу, все, что вам нужно сделать, нанести урон здоровью. Поэтому, нанося удары под бафами по его телу, мы очень сильно сокращаем файт, потому что молнии, которые появляются, они на таймере, то есть они не могут быстрее или медленнее появиться и так далее. Поэтому наша задача убить его как можно быстрее. С как можно минимальным количеством молнии. И мне нужно знать инсентив на концовку. Если кто-то из людей в зрительском зале слышит инфу про инсентив, пожалуйста, просто зайдут. Потому что инсентив на концовку нужно закрывать плюс-минус сейчас. Ну, если что, я выйду просто к ребятам. Они мне скажут по инсентив на концовку. Здесь мы используем новую версию убийства демона ненависти с помощью плавания. Это новая версия. Нашел умник. Умник вообще очень много крутых вещей нашел в этой игре. так сказать shout out умник. И в отличие от старой версии принцип как бы тот же, но немножко сложнее по исполнению. Здесь мне нужно было вплыть, ну, судя по тому, как реагируют люди в зрительском зале ИРЛ, они не слышали инфу про инсентив, поэтому после убийства демона мне придется выйти, чтобы узнать какая концовка. Здесь я перезашел в игру, чтобы избавиться от монстров, потому три мужика дерутся с демоном в самом начале. и они мешают, они меняют его позицию, это плохо, можно перезайти, они исчезнут. И все, что нам нужно, это заманить демона в киллбокс и вот так это выглядит. И здесь мы также перезаходим и я отойду спросить инсентив. Какой инсентив? Узнали инсентив какой. Purification ending у нас, поэтому концовку мы получим чуть-чуть попозже. Посмотрим катсцену с концовкой в самом-самом конце рана. Так сказать, для антуражу получится, потому что для концовки Purification в этой версии маршрута на момент боя с Ишином у меня еще нет. я еще не дрался с Батей в поместье второй раз с Филином. Поэтому у меня нет ключевого предмета, поэтому после убийства Ишина мне нужно будет просто уйти. Получение концовки обязательно в спидране. Обязательное условие регитима стирана. так. Я зафейлил опенор. Что, конечно же, бывает. Главное не умереть. Сверх меры. не умереть. Ты что? Так. Нормальный, яросольский фазе пока что. Хороший рандом. Последний фазе, круто. Клэп, клэп. Мы убиваем Ишина и улетаем отсюда. К сожалению, концовка будет в конце. Так как я уже сказал, у нас нет ничего предмета. Я не знаю, в какой тайминг мне надо улетать. Поэтому пусть будет так. В общем, оставим Кура полежать в траве на еще сколько-то минут. Я думаю, он не обидится. Ничего страшного. Да. Используем последние оставшиеся две памяти, которые мы получили. А, ну еще, кстати, что-то оставшиеся две. Еще одну память мы получим от Филина. И здесь мы варпаемся в Мибу. И мы убьем Орен. Причина, по которой мы убиваем Орен сейчас, исключительно в том, чтобы лишний раз не делать меню. То есть, чисто оптимизация варпов. В плане убийства, в общем-то, никакой разницы и нет. Убивать ее позже. Орен неприятный файт. Который легко может пойти и так, если что-то будет плохо. Но все было как надо, поэтому и проблем мы не испытали. Круто. И теперь мы направляемся в поместье Хирата еще раз. То есть, поместье Хирата это воспоминание. Это прошлое. Относительно основных действий игры. И... То есть, второе воспоминание, оно является... То есть, оно сразу после первого идет. Так это назовем. В хронологическом порядке. Но, по пути. До Филина есть еще два мини-босса. Здесь важно... Использовать добивание после варьирования. В конце первой фазы. Потому что с разными анимациями добивания, разное количество преймов босса неуязвимы остаются. После анимации активируются по-разному немножко. Поэтому, да, это важно. И здесь мы будем использовать... Перезаход для того, чтобы снять агро. Здесь мы убьем всех врагов, окружающих пьяницу. Появимся... И он опять нас не видит. Мы первую фазу убьем из стелса. А вторую фазу убьем уже по-нормальному. Я не запейлил... Правильно удары. Потому что, если здесь ударить в блок... Если здесь ударить в блок первой атакой, то можно умереть легко. А почему у меня не хватает леденцов? А я не знаю, почему у меня не хватает леденцов. Ладно, это кринж. У нас будет неоптимальный файт с филином второй. Потому что мне не хватило леденцов. Увы. Не знаю, почему. Где-то я запейлил. Где-то я что-то запейлил. Но не понял даже что. Так бывает. Здесь важно запустили. При переходе в оптимальную фазу импуль. Правильным образом. Собственно, вот мне чуть-чуть урона и не хватило. Из-за того, что у меня не было одной лишней эмблемы. Благо, у нас есть благословение. Поэтому леку можно заменить. Да. В общем, филин очень сильно заскриптованный файт. В первый раз, когда вы к нему заходите, он ничего не делает. Позволяет себя ударить. Если в определенной позиции стоять после первого удара, он всегда делает одну и ту же атаку, которую всегда одинаково можно запанишить. В начале второй фазы он всегда его можно запанишить. До того, как он превратится в бестелесную форму. И после того, как он переходит из бестелесной формы, его всегда можно запанишить. Да. Поэтому это очень удобный заскриптованный файт. В целом. И с тем количеством урона, которое мы имеем в этом маршруте, он очень простой. И мы убили всех основных боссов игры. У нас остались только мини-боссы. И, да. Следующий мини-босс крайне неприятный может быть. А еще более крайне неприятный скип к нему. Который называется скип двойной двери. Let's go! Да, это скип, который экономит примерно 10 секунд. Но его очень легко запейлить, потому что надо прыгать по... ...микро-платформам. И мужик, который кинул в меня шевикенд, может меня столкнуть рандомно. И я ничего не буду с этим сделать. Не повезло. Здесь мы перезаходим. Используем... ...нестабильную позицию. А, мне надо не забыть забрать ключ. Ключ переломлен пополам. Хотя... ...я могу его забрать попозже. Ладно. Попозже заберу. Не так важно сейчас. Все равно нужно будет бежать в сторону Куру. Да, вот идем к Огре. Сная проблема Пайта с Огром, это вот, как можно было бы заметить, игра попробовала использовать добивание не на Огре самом. А на одном из противников. Что крайне мешает. Здесь мы также обнимаем стену, чтобы игра не обновляла нашу позицию до того, как Огр полностью умрет. И снова окажемся на той же крыше, с которой мы только что упали. Здесь на всякий случай чисто использую танта. Вот, из-за того, что я... Ну, во-первых, мне не повезло, потому что ту страту, которую я делаю, она... Она немножко... Ну, в общем, этот Пайт довольно нестабильный сам по себе. Из-за того, что здесь есть второй мужик. Но именно та версия, которую я делаю, с тем рандомом, который мне был... То есть, относительная позиция противника вокруг друга была не очень удачная. Поэтому у меня не получилось сделать мертвый угол на одинокой тени вторых ударов во второй фазе. Из-за этого он не умер. Сразу. Еще один Ашина элит. Элитный боец Ашина. Здесь я использую манипуляцию искусственным интеллектом. Я смотрю в пол, и таким образом я... Влияю на то, как работает скрипт противников. То есть, они намного позже начинают перестрелку. Из-за этого я буду в недосягаемости для одного из стрелков на момент боя с этим пьяницей. Это самый сложный пьяница из всех. Он в броне, и его уязвимое место находится только у него за спиной. Поэтому мне нужно бить его только за спиной. Я сделаю немножко забавный маршрут, который экономит пару секунд. После Шигекичи. И теперь я меняю... Что я поменял? А, я не поменял... Угу. Я меняю удар бессмертных на... Dragon Flash. Без понятия, как это называется. Dragon Flash на русском. Драконии... Дракония что-то. И этот удар... Наносит полный урон. Если на вас находится конфетти, он наносит полный урон. Безголовым. И наносит полный урон Шичименом. И очень сильно облегчает жизнь в последней части рана, где нам нужно добить часть этих боссов. Ашина Депс и Дэн Форест. И все. У нас осталось буквально 4 мини-босса и концовка. Собственно, этот удар... Dragon Flash мы получаем за убийство Ишина. Здесь важно очень делать... Отложенный прыжок. Также я делаю более сложную манипуляцию на захват. Но вот в этот раз, наверное, не получилось. Для второй фазы. Убили... Гатчин безголова. И здесь... Вокруг Дранкарда... Вокруг Пьяницы нам нужно убить всех противников. Последнего добить в воздухе. И сделать... 101 фазы в прыжке. Несмотря на то, что Dragon Flash не такой сильный, как... Не такой сильный, как удар бессмертных. Он все еще наносит довольно много урона. И менять здесь просто его не стоит, потому что оставшиеся два противника мы тоже будем использовать. Тот же самый Dragon Flash. У нас осталось два шичмена. Вот, собственно, тот шичмен, про которого я говорил, который бы не появился, если бы я не добил безголовую обезьяну полностью и не установил бы себе свисток, как протез. Своим умом до этого дойти было, наверное, невозможно. Так что еще раз шаутдаун. Смерт. За помощь. В свое время. И последний мини-босс перед концовкой. Последний мини-босс. Здесь нужно определенную манипуляцию произвести, чтобы появилась возможность убить его в первой базе. Со стелсом. Окей. И теперь концовка. Мы убили всех боссов. Как бы, ран обычно здесь заканчивается, потому что в обычном спидране мы не выбираем концовку. Но поскольку концовку, за которую проголосовали, требует немножко другой порядок, то мы потратим лишнюю минутку для того, чтобы добежать до Куру и взять концовку. В этот раз мы не сможем использовать Air Swim, даже если бы мы захотели, потому что нет катсцены, которая могла бы его отменить. В общем, мы получаем ключ. Можно еще раз сделать даблдор. Потому что двери-то все еще не открыты. А здесь еще есть даблдора, как бы, вообще, по фасам, так сказать, пробежка. Ах, я не играл никогда этот кусок на клавиатуре. Перед тем, как я остановлю время до того, как начнется концовка, чтобы не альтабаться лишний раз. Контрол, сплит. И смотрим концовку. Give Dragon Tears and Ever Blossom. Нет субтитров! Да. Кто шарит за японский, так сказать, балдеете. Тут не надо знать слова, поэтому наслаждаемся. Рю, но на меда, это драконьи слезы. Вот он. Подписывайтесь. Субтитры отдых. Субтитры отдых. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...